Важнейшим фундаментальным свойством человека является жажда преодоления смерти. Ну, как бы вот именно преодолеть эту смерть, правда? Теперь, зачем вообще Бог помещает Адама в райский сад, если потом все равно надо выгонять? Ответ такой, что это должно было отпечататься в мозгу, в душе человечества. Вот этот идеал, в котором человек был, он отпечатался в качестве идеала, к которому надо стремиться. И поэтому преодоление смерти, вот это вот и есть возвращение в райский сад, является самой-самой глубокой, фундаментальной страстью человека. Теперь, религия дает человеку вариант преодоления смерти, правда? Вопрос какой? Какой? То есть, понятно, что вообще, давайте так, давайте до этого. Какие вообще существуют способы преодоления смерти? Всем понятно, всем очевидно понятно, что первым и самым фундаментальным способом преодоления смерти является рождение детей. Преождение детей – это один из самых фундаментальных способов преодоления смерти. Понятно, кстати, да, также, что все сексуальное удовольствие происходит из чувства преодоления смерти. Теперь, второй способ преодоления смерти – это, очевидно, творчество. Правда? Весь я не умру, а душа в заветной лиле прах переживет. То есть, когда человек что-то творчески создает, у него есть острейшее чувство преодоления смерти. Не тленку кайопает. Понятно. Теперь, следующим способом преодоления смерти является ощущение себя частью национального организма и частью человечества. То есть, конструктивный вклад в эволюцию национального организма, в эволюцию человечества и вообще в его развитие. И, наконец, важнейшим пунктом является чувство того, что душа не умирает, что человек после смерти жив. Классическая концепция иудаизма и христианства. Теперь, таким образом, преодоление смерти, как важнейший, вообще важнейший мотор жизни человека, возможно в этом мире и за пределами этого мира. Дальше есть, конечно, воскрешение из мертвых, которое дополняет жизнь души после смерти, поскольку всем как бы чувствуют, что жизнь души после смерти как-то так слабо, недостаточно, и хотелось бы в этот мир вернуться, и поэтому есть идея воскрешения мертвых. Которое ровно то же самое, то же самое преодоление смерти. Теперь, всем понятно, что и христианство в этом базовой концепции и в иудаизме, это все понятно. Проблема в том, что если религия допускает перекос в загробное существование как центральный способ преодоления смерти, то она становится неадекватной жизнью. Понятно это, да? Еще раз, еще раз. Значит, чувство преодоления смерти – это фундаментальное базовое чувство человека. Поэтому оно есть и в религии, и в светской этике, если вы так хотите такую фразу. Теперь, если вы спросите у нерелигиозного человека, как, в чем выражается преодоление смерти, то он вам скажет, оно выражается в творчестве, оно выражается в конструктивном вкладе в эволюцию, оно выражается в помощи ближним, в помощи народу, в помощи человечеству, в том, что я, хотя физически умру, но мой вклад в продвижение мира, он не умирающий. Вот это и есть продление жизни в этом мире. Конечно, долго жить тоже хочется, и я совсем не против, и будет замечательно, если медицина, даст нас на 120 лет, будет доводить без Ацгальмера в нормальном состоянии, так сказать, психики. Вот. Но это тоже важно, не совсем нечего сказать, при уменьшении значения этого. Но, тем не менее, есть несколько чувств вечности вот в этом вкладе, в народ, в цивилизацию, в человечество, в искусство. Теперь, и это очень сильное и живое чувство. Теперь, есть другой аспект бессмертия, это то, что душа в загробном мире жива. И потом воскрешится и воплотится, и будет воскрешение из мёртвых. Эти вещи параллельны. И если религия слишком ставит ударение на загробной жизни, или что то же самое, на спасение души, то она теряет связь с этим миром и на то бессмертие, которое в этом мире. И тогда религия начинает терять своих последователей. Чтобы жизнь нужно умереть. Да. И вот это, это очень сложно. Не чтобы жизнь нужно умереть. А когда ударение делается на посмертном воздаянии, да, то эта вещь, которая была сильно яркая в предыдущие столетия, она весьма поблекла в наше время. И это не потому, что это плохо, а потому, что здесь необходимо соблюдать равновесие. Я никаким образом не хочу сказать, что нет жизни души в загробном мире. Разумеется, я считаю, что есть, и верю, что есть загробная жизнь души, и что человек воскресает после смерти, воскресает при воскрешении мёртвых, и, но это всё никак не должно перевешивать наше бессмертие этой жизни. То, что мы вкладываем в конструктивный вклад в эволюцию. То, что мы занимаемся творческой жизнью. То, что мы улучшаем мир. То, что мы способствуем национальному продвижению. Вот только если в религии эти вещи уравновешены, психологически уравновешены, уравновешены в том послании, которое она передаёт своим последователям. Если религия ставит акцент и туда, и туда, то это будет религия действенная, живая. Так, вы мне задали вопрос, что бессмертие в смысле продолжения рода, что и в смысле творчества, и в смысле вклада в эволюцию, в смысле вклада в народ, оно может быть и без религии. А вот загробные жизни, они могут быть без религии. А я вам хочу сказать, что если религия будет делать ударение только там, где без неё нельзя, то она будет однобокой и её отбросят. Она должна, религия должна проявление жизни в этом мире, которое могли бы быть и без неё, включить тоже в себя. А иначе её однобокость приводит к тому, что она становится неадекватной чувству жизни. И это большая-большая проблема. То есть, христианство провело огромную работу, очень позитивную, очень важную, в объяснении важности вечности души и всё, что с этим связано. Но в этом процессе оно вело её против язычества, которое, само язычество, как раз и направлено на реализацию, самореализацию в этом мире. И поэтому, поскольку христианство боролось с язычеством, то оно ударение делало на загробной жизни и подавляло вот это языческое чувство, потому что оно и так было сильное, и оно его подавляло, исходя из того, что нужно его противопоставить нечто. Так вот сегодня ситуация стала иной. И это язычество давно преодолено. А вот в самом христианском мире переакцент на загробную жизнь стал восприниматься настолько неправильным, и люди настолько ощутили божественность текущей жизни, именно божественность жизни, что это стало причиной отхода от христианства. И мне кажется, что в этом месте нужно восстановить равновесие. Это я, собственно, хотел сказать. Хотя, опять-таки, я понимаю, что это вещь очень-очень такая сложная, спорная и совсем не так очевидная, как прочее.